Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». В сфере жилищно-коммунального хозяйства часто возникают спорные ситуации по качеству выполненных услуг. Каждый выбирает свое, кто-то терпит, а кто-то начинает жаловаться в различные инстанции. Когда прокуратура сможет помочь в решении вопросов ЖКХ? Сегодня это тема нашей программы. Я представляю гостю в студии. Оксана Вячеславовна Алексеева, заместитель прокурора города Самары. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Ну и что же, первый вопрос. Оказание некачественных услуг населению. Обрисуйте, пожалуйста, проблему в целом. Елена, хотелось бы сказать, что в целом на протяжении ряда лет присутствует тенденция к снижению количества инцидентов. Итак, допустим, по сравнению с 2022 годом, в текущем году количество таких инцидентов снижено на 30%. Но, несмотря на это, объем инцидентов указывает на некачественные, зачастую оказываемые услуги населению и требует постоянного прокурорского вмешательства. И контроля соответственно. Вы сказали, что цифры снижаются. А с чем это связано? Это связано с тем, что сети модернизируются, проводится их капитальный ремонт ежегодно, что способствует улучшению обстановки на данном виде направления. Каковы нормативные сроки приостановления предоставления жилищно-коммунальных услуг населению? И вообще, насколько эта проблема актуальна? Ну и, соответственно, как часто обращаются с этими вопросами в прокуратуру? Елена, согласно правил предоставления коммунальных услуг гражданам, допустимая продолжительность перерыва в подаче, допустим, коммунальной услуги холодного водоснабжения или водоотведения и горячего водоснабжения единовременно составляет 4 часа и 8 часов суммарно в течение одного месяца. То есть это уже повод задуматься и, соответственно, написать жалобу? Конечно. При этом коммунальная услуга по электроснабжению, здесь перерыв возможен, установлен законодательством в 2 часа. Ну и, соответственно, есть такие же данные и по газоснабжению? Ну это по общему правилу здесь. Но, знаете, Елена, как правило, особенно актуальным у нас в отопительный период являются перебои именно в поставке теплоснабжения. Здесь законодатель определил допустимую возможность перерыва в 4 часа. Хорошо. А перерасчет размера платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, как Вы уже сказали, превышающими установленную продолжительность, что делать, если больше 4 часов? В большинстве случаев перерасчет платы за некачественные оказанные коммунальные услуги производится ресурсоснабжающей организацией самостоятельно. Но при этом действующим законодательством предусмотрено, что потребитель может обратиться к исполнителю коммунальной услуги по данному вопросу. В такой ситуации потребителю необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя, либо ТСЖ, ТСН, ЖСК, а в случае наличия прямого договора необходимо непосредственно обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Такое сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть подано как в письменной форме в виде заявления, либо в устной форме, в том числе по телефону. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы при получении сообщения от потребителя обязан отразить вам номер, за которым зарегистрировано это сообщение, время регистрации и дату, когда будет начата проверка данного факта, качество оказываемой услуги. Зафиксировать нарушение должен как минимум, но самое-то главное, бог с ней с фиксацией, самое главное нужно устранить проблему и выехать на место и исправить неполадки. Верно? Верно, Елена, но очень важно правильно зафиксировать и оформить, что услуги, коммунальные услуги оказываются некачественные. Это зафиксировать со стороны управляющей компании ТСЖ или ТСН. Но все-таки какие документы необходимы для установления факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества? К таким документам относится акт проверки. Акт проверки составляется в произвольной форме. В этом акте проверки должны быть обязательно сведения о дате и времени проведения проверки, выявленных нарушениях параметров качества коммунальной услуги. Ну и, конечно же, с какого момента данные нарушения начались. Данный акт должен быть подписан всеми участниками проверки. То есть жителями и? Жителями и все участвующие лица. В случае, если кто-то из участников проверки отказывается от подписания такого акта, а такое может быть со стороны исполнителя, то в такой ситуации к подписанию данного акта привлекаются два независимых лица. К независимым лицам отнесены представители управляющей организации, либо администрации соответствующего внутригородского района. Оксана Вячеславовна, назовите всю цепочку лиц, которые должны подписать, соответственно, это так, но чтобы было понятно. У нас, как правило, потребители, чтобы соблюсти юридическую технику и в последующем не получить отказ при расчете, зачастую привлекают представителя, юридически грамотного человека, либо человека, который в этой сфере работал и имеет познание. Соответственно, к проверке могут быть привлечены сам потребитель с его представителем, также представитель управляющей организации, это может быть также старший по дому, а также обязательно исполнитель или его представитель исполнителя. К исполнителям мы с вами относим либо управляющую организацию в случае, если договор на поставку коммунальных услуг заключен между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией, и представитель ресурсоснабжающей организации, если такой договор заключен у гражданина-потребителя непосредственно с ресурсником. Если он заключен напрямую? Да, напрямую. Такие факты тоже есть у нас в случае, если управляющая компания не осуществляет фактически управление, а только занимается обслуживанием и текущим содержанием многоквартирного дома. Вы знаете, у меня прям вот логичный вопрос напрашивается, а можно ли не платить за некачественно предоставленные услуги? Елена, платить за некачественно предоставленные услуги вообще-то нужно, произвести плату за коммунальные услуги, но потребитель, гражданин может обратиться непосредственно к исполнителю, либо в ресурсоснабжающую организацию с соответствующим заявлением о необходимости произвести перерасчет платы за некачественно оказанные услуги. Как бы пока не установлен факт, что услуга оказана некачественная, мы с вами не можем самостоятельно такие выводы делать, что-то считать себе, перерасчитывать самостоятельно. Я считаю, что каждый потребитель, он законопослушный гражданин, он произведет оплату и в последующем, конечно же, примет меры к тому, чтобы разобраться в этой ситуации. И вот еще такой вопрос, сейчас лето, период отпусков, многие отсутствуют дома. Скажите, можно ли не платить за коммунальные ресурсы в связи с длительным отсутствием? Елена, длительное отсутствие собственника, либо нанимателя жилого помещения в целом не освобождает от оплаты коммунальных услуг. В случае, если жилое помещение, либо многоквартирный дом не оборудованы индивидуальными приборами учета, либо общедомовыми приборами учета, но законодательно предусмотрена возможность перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в случае длительного отсутствия, а к такому сроку относят более пяти полных календарных дней подряд, отсутствие потребителя в жилом помещении или по месту жительства. Подводя итог жилищно-коммунальному хозяйству, в частности многоквартирным домам, скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорили о том, что поступают жалобы, и нужно писать жалобу за некачественно предоставленные услуги в управляющую компанию или в ресурсы, снабжающую организацию. Скажите, а когда крайний случай и когда нужно, просто необходимо жизненно обратиться в прокуратуру с этими вопросами? Елена, я думаю, что в каждом случае, если услуга оказывается некачественная, к таким нарушениям или дефектам, можно сказать, оказания некачественной услуги относятся, допустим, перерывы в подаче теплоснабжения или, допустим, когда температура зимой в жилом помещении не превышает 15 градусов. Конечно же, необходимо обязательно защитить свои права и обратиться как минимум к исполнителю в управляющую организацию. В случае, если такая организация мер никаких не принимает, то следующий шаг – это обращение в государственную жилищную инспекцию, которая непосредственно осуществляет контроль в этой сфере. Ну и дополнительно, конечно же, необходимо обратиться в органы прокуратуры, которые также обеспечат контроль и надзор, или надзорное сопровождение за этой проверкой. Когда к вам обращаются с такими жалобами, вы в каждом случае инициируете прокурорскую проверку, если, допустим, жалоба на нерадивость управляющей компании? Либо сначала как-то вы проверяете внутри? Расскажите, интересно. Елена, при поступлении таких жалоб в органы прокуратуры, если первоначально, допустим, мы видим из заявления, что ранее гражданин никуда не обращался, и, допустим, отсутствует теплоснабжение, или наоборот, плохое, допустим, некачественное теплоснабжение, то мы сначала эти жалобы перенаправляем по подведомственности в государственную жилищную инспекцию Самарской области. Но если в течение месяца или полутора-двух месяцев от гражданина вновь поступают жалобы, исходя из которых мы видим, что отдельные должностные лица проверку провели, однако меры никакие не приняты, то здесь уже вынуждены вмешаться органы прокуратуры. И нами инициируется проверка, в том числе и с привлечением сотрудников управления Роспотребнадзора, и государственной жилищной инспекции, и исполнителей коммунальной услуги ресурсоснабжающих организаций. И уже по результатам данной проверки принимается решение о принятии мер прокурорского реагирования по всем фактам выявленных нарушений. То есть все очень серьезно, не стоит доводить дело до прокуратуры. Конечно, конечно. Лучше реагировать моментально. Хорошо, переходим к теме вопроса содержания детских площадок. Скажите, пожалуйста, Оксана Вячеславовна, какие здесь выявляются нарушения? И, кстати, вот по поводу вышесказанного сезонность, какое-то обращение есть у граждан по поводу оказания некачественных услуг? Все-таки это больше весенний-летний период или наоборот? Нет, Елена, ограничений абсолютно никаких нет. Что касается теплоснабжения, то, разумеется, мы с вами ограничены отопительным сезоном с 1 октября и, как правило, по 15 апреля, в зависимости от погодных условий. А что касается остальных видов коммунальных услуг, то это круглогодично. В любое время гражданин сообщает о некачественной коммунальной услуге в аварийно-диспетчерскую службу, либо непосредственно ресурсоснабжающей организации. В случае, если те не принимают никаких мер, либо не приезжают на проверку, то гражданин может даже самостоятельно зафиксировать некачественно оказываемые услуги, также пригласив для составления акта представителей управляющей организации, представителей администрации внутригородского района. И, соответственно, после этого, после составления акта, собрать документы, обратиться с заявлением, потребовать перерасчета платы. Ну и, соответственно, если услуга и продолжает оказываться некачественной, то, конечно, здесь и необходимо принять меры по данному факту, соответственно, обратиться в Государственную жилищную инспекцию, либо в органы прокуратуры. Спасибо. Переходим к теме вопросов содержания детских площадок. Повторю свой вопрос. Насколько вообще также эта проблема имеет место быть, и что здесь, нужно сказать, важного сегодня нам в нашей программе? Елена, на самом деле этот вопрос содержания детских игровых площадок, он очень актуален. Актуален он тем, что в соответствии с действующим законодательством, с правилами содержания общего имущества в многоквартирных домах, в состав общего имущества многоквартирного дома входит земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения, благоустройства, а также иными объектами, которые необходимы для содержания и эксплуатации и благоустройства данного многоквартирного дома. Если все это сформулировать просто, то в случае, если в границы земельного участка, относящегося к многоквартирному дому, входит детская игровая площадка, то ее обслуживанием и содержанием, и контролем за техническим состоянием всего этого оборудования, малых архитектурных форм, качелей, каруселей, занимается управляющая организация. Но в случае, если земельный участок не разграничен, то есть на кадастровый учет не поставлен, либо земельный участок, относящийся к многоквартирному дому, сформирован, а такое в практике есть, именно по границам многоквартирного дома и все, то в таком случае, как правило, содержанием такой площадки занимается администрация внутригородского района. Скажите, а эта информация доступна для жителей тех домов, где они живут, то есть знают ли они, в чем попечении находится данная детская площадка, управляющая ли компанией, либо администрацией? Елена, конечно. Это известно каждому собственнику жилых помещений, поскольку при проведении общих собраний собственников жилых помещений и при определении объема и видов работ управляющие организации, будь то управляющая компания, либо это ТСЖ, ТСН, ЖСК, они определяют объем. И исходя уже из сметы, можно понимать, да, какие виды работ на земельном участке, прилегающем к дому, планирует управляющая организация. Если в эти виды работ не входит, не входит, к примеру, уборка территории детской площадки, соответственно, можно говорить о том, что эта площадка обслуживается администрацией. Ну, согласитесь, у нас в городе очень много детских площадок, в том числе построено и по федеральной программе формирования комфортной городской среды, и по губернаторскому проекту «Содействие». Вот их построили, все они красивые, детки там играют. А потом вот эти площадки переходят в чье? Кто виден, кто за ними следит, кто наблюдает? Елена, как правило, после того, как эти детские площадки построены в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда», они должны быть переданы в управляющую организацию, которая обслуживает территорию многоквартирного дома. Либо это может быть несколько многоквартирных домов, у которых один земельный участок, одна детская площадка и одно ТСЖ, допустим, одна управляющая организация. Хорошо, мы с вами выяснили, могут принадлежать управляющие компании обслуживания, либо администрации внутригородского района. Если случается несчастный случай на площадке, рассмотрим два варианта, что делать, куда обращаться и как вообще поступать в таких случаях? Несчастный случай. Ну, как правило, если несчастный случай, мы, разумеется, каждый родитель при несчастном случае с несовершеннолетним ребенком или с малолетним сразу обращается в приемный покой, в скорую помощь. Я имела в виду, Оксана Вячеславовна, здесь неисправность оборудования. Скорая помощь, когда получает такой сигнал, фиксирует его у себя и обязательно сразу же при травмировании несовершеннолетнего сообщает об этом сигнале в правоохранительные органы, в органы внутренних дел, которые сразу регистрируют это сообщение и инициируют проведение проверки. Потому что мы понимаем с вами отрыв конечности, это уже тяжкий вред здоровью. Так. Сразу инициируется проверка и в ходе доследственной проверки устанавливается виновное лицо. В случае, допустим, если вред причинен, не тяжкий, допустим, а легкий вред, но все равно мы хотим, чтобы ответственное должностное лицо понесло заслуженное наказание за это и приняло меры к тому, чтобы в последующем не допустить подобного. Да, с другими детьми. Да, с другими детьми. То, конечно же, мы сообщаем об этом лицу, должностному лицу или юридическому лицу, который осуществляет обслуживание данной площадки. И сообщить лучше наверняка не только в устной форме, но и подкрепить каким-то документом. Разумеется, исключительно. Елена, эти времена прошли, когда мы просто в устной форме что-то пытались урегулировать где-то. Пальчиком грозил. И исключительно. Нужно в письменной форме обращаться, излагая все доводы. Когда, при каких обстоятельствах, кто был свидетелем этого, что ребенок получил травму, допустим, или взрослый получил травму, что обращались за медицинской помощью в учреждении здравоохранения, в какое. Все это нужно расписать. Обязательно. Спасибо. Только правильно составленный документ это залог положительного результата проверки. Тоже немаловажная тема прилегающей территории их уборка и благоустройство. Опять же, кто и за это отвечает? Физические лица, как мы с вами знаем, по общему правилу, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку земельных участков, находящихся у них в собственности либо на ином виде вечного права, а также прилегающие территории. По общему правилу, границы прилегающей территории устанавливаются путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, земельного участка либо ограждения. Если говорить о многоквартирных домах, то такое расстояние определено правилами благоустройства городского округа Самары в 25 метров. То есть в случае, если у нас границы земельного участка определены по зданию, по контуру многоквартирного дома, то здесь действуют общие правила благоустройства. Соответственно, 25 метров управляющая организация обязана содержать в чистоте и порядке. Да. Правила выгула домашних животных очень отрадно, что в нашем городе все больше и больше появляется вот именно таких закрытых площадок, где можно и дрессировать своих животных, и заниматься их выгулом. Но какие-то общие правила и понятия существуют. И если вдруг спор между соседями возникает, нельзя гулять здесь. Помните, да, как известный фильм? Немало. Поэтому вот здесь как быть и все-таки кто регламентирует эту деятельность? Елена, в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа Самары, выгул домашних животных разрешается только на территориях специализированных площадок для выгула. В случае, если животное оставило продукты жизнедеятельности, то хозяин животного обязан незамедлительно все это убрать за собой. В ином случае действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение требований к содержанию выгулу собак, включая выгул потенциально опасных собак без наморников. Перечень потенциально опасных собак у нас регламентирован и действует на территории Российской Федерации уже с 2019 года. К таким собакам отнесены некоторые виды бульдогов, волкособачьи гибриды, волкособы, питбульмастифы, северокавказские собаки, а также метисы названных пород. Ну что же, завершая наш сегодняшний с вами очень, на мой взгляд, продуктивный разговор, я хочу предоставить вам заключительное слово. Если все-таки граждане столкнулись и с оказанием некачественных услуг, и вот о чем мы с вами говорили ниже, все-таки какой бы профессиональный совет вы могли бы дать? Елена, я хочу дать совет, чтобы граждане не сидели и не ждали, когда услуги эти возобновятся. Не сидели без воды, не терпели, не сидели в неотапливаемом помещении, а сразу заявляли о себе в аварийно-диспетчерские службы, в ресурсоснабжающие организации, чтобы все причастные лица могли своевременно принять меры к защите и восстановлению нарушенных прав, к возобновлению качественной коммунальной услуги. Спасибо вам большое за ваши компетентные ответы, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Это была программа «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин